Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Еще в пятницу стало понятно, что чудо не свершилось, Федрезерву не удалось замедлить рост инфляции. Это действительно очень плохая новость для финансовых рынков, на что указывает стремительный рост доллара США и доходности американских гособлигаций. Обратите внимание на то, что индекс доллара США обновил максимумы с конца 2002 года, в то время как доходность десятилетних облигаций достигла максимального уровня более чем за 10 лет. Проще говоря, сейчас мы наблюдаем рекордно высокий спрос на защитные активы с момента глобального финансового кризиса в 2008 году. При этом, важно учитывать тот факт, что о кризисе знают лишь профессиональные участники финансовых рынков. Малый и средний бизнес, и уж тем более население, еще не ощущают его в полной мере. Деловая активность, покупательская способность и рынок труда, не указывают на явный экономический спад в США. Но крупнейшие фондовые индексы уже обвалились от 22 до более чем 32%. Примечательно и то, что этот обвал произошел всего за 6 месяцев. Также очень важно учитывать долгосрочные планы ФРС по ужесточению монетарной политики. Наиболее вероятным сценарием для валютного рынка остается дальнейшее укрепление доллара США по всему рынку. Регулярно об этом говорю, и даже несмотря на то, что индекс доллара США уже обновил 20-летние максимумы, дальнейший рост входит в условия основного сценария в долгосрочном периоде. Обратите внимание на валютную пару евро-доллар. Ее обвал ниже 1,0400 может спровоцировать очередную волну снижения, так как это очень сильный технический уровень поддержки. Аналогичная ситуация и с парой фунт-доллар. Пробой поддержки 1,2000 вероятнее всего приведет к обновлению исторических минимумов. Смещаясь на рынок нефти, обращу внимание на отсутствие даже малейшей его корреляции с рынком акций. Это неестественно, ведь спад на фондовом рынке приведет к снижению деловой активности, и как следствие к уменьшению спроса на нефть. Но по всей видимости, инвесторы думают, что даже в случае снижения спроса на нефть, ее будет недостаточно. На данный момент есть все основания так считать, ведь сейчас запасы нефти сокращаются, что уже привело к рекордным ценам на автомобильное топливо в США. При всем этом, я еще раз напомню, что есть риск обвала нефтяных котировок. Он может произойти из-за политических решений, которые поспособствуют увеличению объемов ее добычи. В завершении поговорим о рынке криптовалют. Всего за несколько дней биткоин потерял около 30%, обвалившись с уровней выше 31 тысячи, под отметку в 21 тысячу долларов. При этом, сильной технической поддержкой выступает ценовой диапазон от 19 до 20 тысяч долларов. Прорыв отмеченной области поддержки может спровоцировать более мощную волну снижения. Медвежий сценарий все еще в приоритете, так как Федрезерв продолжит повышать ключевую процентную ставку и лишь начинает урезать бюджет. Все это будет давить на фондовый рынок США, который в свою очередь оказывает давление на рынок криптовалют. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.